Головы мне своей не снести, но бессмертен в веках буду я. Пророчество, адресованное Пименом Карповым самому себе. В Хомутовском районе прошли литературные чтения имени писателя. В селе Турка на старом кладбище у могила земляка собрались те, кто неравнодушен к слову и своей истории. Подробнее расскажет Юлия Матвеева. Старый деревенский погост. Редко кто заходит сюда, разве что на Пасху приезжают родственники. Но Нина Кудланова, внучатая племянница Пимена Карпова, ухаживает за могилой дедушки. Приходит сюда пешком из соседней Амони, несмотря на возраст и болезни. Я помню дедушку. Приезжал он каждое лето. Любил он по полям ходить, цветочки собирать. И нас любил. Любил крестьян, потому что сам вышел из земли. Родился в бедной семье. Сам научился грамоте. Под псевдонимом Ганимый писал в курские газеты. Потом пошел в Москву пешком, без денег. Но с мечтой. Мечта не сбылась. Много пишущий, но почти неиздаваемый поэт бесстрашно обличал и власть, и интеллигенцию, которая, по его мнению, духовно грабила народ. Пимен Карпов страдалец. В каком смысле страдалец? Да, он посиживал в тюрьме, он все время голодный, но он мечтал об этом в солнечном граде. У него и в стихах это неоднократно прорывается. Да, к свету, к свету, но свет все время обрывала тьма. Три зари, пламень из глубины, русский ковчег, «Кожаное небо». Всю жизнь Карпов стремился к светлому граду. О нем писал в своих произведениях. Такими вот словами, необычными, порой резкими, порой угловатыми, но очень точными. И поэтому мне его творчество нравится. Николай Балабай – один из трех победителей конкурса имени Пимена Карпова. Писатели говорят, не было бы никаких чтений, если бы не редактор местной районки Николай Шатохин. Именно он 20 лет назад вытащил имя Карпова из забвения. Экватор уже пройден, дай бог здоровья, но в следующем году нам надо провести, потому что это 130-летие со дня рождения Пимена Карпова и 110-летие начала его творческой деятельности. Поэтому по неволе, а там как бог даст. А значит, тропа не зарастет.